Всем привет, ребята! С вами Андрей Чент, и вы смотрите свое любимое шоу «Беременная в 16». Спасибо, что лайкаете, комментируете и подписываетесь на канал. Мне очень приятно. Я как обещал, вы активничаете, а я для вас выпускаю новые и новые выпуски «Беременная в 16». Москва. Привет! Меня зовут Аля, мне 17. Я из Москвы. Я работаю администратором в столичном тату-салоне. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы по записи? Да. Так, бахилы. Алло. Так, татуировку. А эскиз вообще какой-то подбирали? Нет? Все, тогда отлично, ждем вас завтра. Смотри, Алин, вот рабочий день в разгаре. Рабочие места собирала сегодня? Начальник. Да. А почему у нас тогда спирт не налитый? А это мой босс, Александр. Мне нужен администратор. Но я на его всплески не реагирую, ведь у нас с ним особые отношения. Да ладно особые отношения? Бля, ребят, вы что издеваетесь? В предыдущих там вот недавно сериях было, когда девка встречалась и женилась от 34-летнего мужика. Не только мой босс, но и мой папа. Ааа. Это папа! Фух, все, ребят, спокойно. Отечественные, отец и дочь у нас не было. Да, папа приезжал, но это было там раз в два-три месяца. Отец. Но я видела хотя бы изредка. Не то, что родную мать. Мама лишена родительских прав. Бухала. Алкоголь делает страшные дела. Мне просто важно знать, что есть хотя бы один человек, которому я не ***. Который просто есть, которому я действительно нужна. И этот человек моя бабушка. Привет. Баб, как у тебя дела? Ничего, нормально. А у тебя как? Как обычно с отцом ***. Спирь, ты что, этот гребаный блин, течет во все стороны. Бесит. Задолбал не могу. Не надо. Вы родственники, живите дружно. Вы родственники, это отец твой. 15 лет я жила с папиной мамой в Пензенской области. Но жизнь в маленьком поселке просто угнетала меня. Ага, она выросла в селе. Которую я хочу реализовывать. Поэтому отца я просто ставлю перед фактом, что я еду поступать в Москву. И в итоге я поступила на программиста. Я переехала к папе. К тому моменту у него уже была новая жена и ребенок. Но ужиться с ними я не смогла. Был просто посыл *** со стороны Алины. Когда ребенок просто хлопнул дверью, не брал телефоны, пропал. Моей жене стало обидно. И, естественно, было очень сложно с ней как-то контактировать. А я, я люблю свою жену. Поэтому я подхожу здесь более рационально. Я понимаю, где кому будет лучше. После этого конфликта папа решил снять мне отдельную квартиру. И у меня началась взрослая, самостоятельная жизнь. Мне приходится совмещать работу с учебой в колледже. На кого ты учишься? Али, какие у тебя планы на вечер? Ваня мой друг из колледжа. Он частенько зовет меня погулять. Подкатывает. Это вот ее парень, да? Что, как-то учеба? Сегодня, короче, проходили Паскаль и очень много программ писали. Короче, три пара подряд. Да, на язык программирования. Как же я в тебя в таком умном вообще влюбился? Это мой парень Влад. Ему 21. У нас так быстро все закрутилось, что уже через месяц мы стали жить вместе. И Влад такой хитро... Ой, блин. Она словим же подбирает. Блин, а как же я домой поеду? А я останусь, да? Можно я останусь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну и как-то так вот он и остался с концами. Слушай, ну погода сегодня вроде нормально, да? Ну такое. Да прям солнечное. Мы сейчас зайдем куда-нибудь покушаем. У меня денег надо сейчас. Извини, малая. Меня очень не раздражает, когда парень банально не может просто куда-то тебя сводить и купить тебе кофе. У тебя все деньги, деньги своди туда-сюда постоянно. Да причем здесь это? Нех, нет. Ну, во-первых, я еще молодой. Я только еще работаю. Оправдание. Я думаю, ни у кого так не было сразу много денег, и сразу все зарабатывал, и было все хорошо. Зачем постоянно орать, и кричать, и предвратник претензий. Все, короче, меня тоже реально достало. Делай, что хочешь, иди куда хочешь, я пойду, уж один прогуляюсь. Все, хорошо. Задолбал ты меня уже. Подруга. Я сразу звоню своей лучшей подруге, Милане. Привет. Что случилось? Да ничего. Да ничего, просто решила поговорить. С этим твоим? Угу. Из-за чего? Ну, потому что я хотела поесть. В итоге у нас вечная проблема по работе. Бла-бла-бла. Мне нет бабок. Ну, забей. Он тебе нужен вообще. Вот три месяца всего встречаетесь. Может, милы права? И мне действительно нужен другой человек. Подруга уже помогает. Там нахрен тебе надо? Но уже надо, да? Если уже беременна, то уже извините. Так получилось. О, сейчас будут, в общем-то, по этой теме общаться, да? Я даже не сразу поняла, что беременна. Пока в один из дней меня не потянуло на шпроте с мармеладом. Тебе так очень вкусно. Прям сочетаемые продукты. Я вот не понимаю. Вот реально, что, когда беременна, или точнее беременная, эти два продукта... Вот сидишь такой, шпротов хочу. Ну, бывает так, ладно. А как появляется... А еще мармелад. Шпрот и мармелад. Вообще, как бы, несовместимые продукты. Как это естся? Да. Ты сейчас такого раньше не делал, и не его. У меня вообще в последнее время все странно. Я хочу какую-нибудь дичь. Меня все раздражает. Шпрот и мармелад. Слушай, может, ты тогда беременна? О! Сказал, как отрезал. Ну, что касаемо контрацепции, то я очень жестко за этим следила. Ага, не доследила. Я делаю тест и вижу две полоски. Уровень того, насколько я *** в жизни не передать словами... Дорогой. Че? Я ничего не понимаю в этом, скажи. Окей. Одна полоска беременности нет. Две полоски, она есть. Вопрос, сколько там полосок? Задача с первого класса. Ну, вроде две. Естественно, я не был готов к этому. Я не был готов, что он забеременеет. Если честно, вообще... Ну, что теперь делать? Получилось там, что тебе? Шикарно! Получилось так, да капец, блин! Ну, чё, родим, чё? Успитаем, чё, не знаю. Я как бы понимаю, то, что ребенок, он как бы уже есть. Будет у нас ребенок, правда. Ну, вроде бы, старается быть ответственным. Вроде бы. Блин, еще папе надо как-то сказать. Как я ему скажу? Пап, я беременна. Он вообще не знал про Влада, вообще ничего. Мне маме тоже надо так сказать. Мне маме, мне папе. Мы решили разделиться. Мама по жопе даст. Пока Влад поехал к маме домой, я настраивалась на разговор с отцом. Но перед этим решила сообщить о беременности бабушке Эмили. Неправильно в таком возрасте думать о детях. Но я как подруга ее поддержала. Я очень сильно переживала о том, как рассказать бабушке. Она не ругалась, не кричала. Она, наоборот, пыталась меня успокоить. То, что все будет хорошо. Как ни странно, бабушка не была против того, что я забеременела до крана. Для нее самое важное, что Влад готов воспитывать ребенка вместе со мной. Вот бы и папа обрадовался. Но на это надежды было мало. Пап, мне надо этого поговорить. У меня нервяк, у меня тряска. Первое, с чего начать. Че с папой поговорим? Ну, это сложно сказать. Ну, я просто не знаю, как ты отреагируешь. Я уже отреагировал. Давай дальше. Мне нравится, мать. В общем, я беременна. Ага. Бля, я эту яхту вообще нежу. Пап, я беременна. Ага. Ага. Ну, и дальше что? Я ожидала такую дозу крика. Что, что? Вот. Я тоже такую реакцию не ожидал. Я не показываю своих эмоций лишь по одной простой причине. А зачем? В тот момент, когда нужно принимать решение, зачем поддаваться какой-то гребаной панике. Что ты собираешься делать? Рожать. Ну, о том, что я оставлю ребенка, вообще не задумывалась. Я противник абортов. Если так случилось, значит, так надо. Ну, а как будем тогда растить? Не знаю, да? Ну, а тогда как я должен отреагировать? Сказать, рожай, дочка. Папе заняться больше не х**. Я и твоего выращу. Загубленная карьера, потери каких-то возможностей. Я надеялся то, что... Что она сделает аборт. Все. Дуй домой. Папа перебесится и успокоится. Ему, в принципе, ничего не остается, кроме как принять ситуацию. А вот что там... Поговорили. ...глада будет с его мамой, вот это вообще была неизвестность. Алло. Ну, что там, как у тебя, папа? Мы поговорили, но это не телефонный разговор. Да у меня тоже, на самом деле, не очень. Давай сейчас это встретимся, обсудим, хорошо? Мне мамка по жопе дала. Через час мы сладко встретились в кафе. Что тебе папа-то сказал? Слушай, папа это х** просто. Я вообще офигел, на самом деле, от мамы. Я даже не ждал такой реакции. Я думал, она там что-то скажет, ну, типа, там, хоть какое-то поддерживающее слово. Она просто, типа, аборт, а вообще идите, что-то дураки. Она наставила на аборте. Ну, как бы, я сказал то, что нет, аборт, наверное, не будет, потому что я готов. Куда они денутся? Это наши родители. Ну, примут они эту ситуацию как ни крути. Мы решаем здесь. Сыграем, короче, свадьбу. В смысле свадьбу? Ну, а чёрт. Самый приятный, наверное, неожиданный момент был, когда... А на какие деньги? Влад заговорил вообще о свадьбе. Я думаю, что это говорит о серьёзности. Если он не может ей купить кофе. Я вот понять не могу. После таких слов мне стало тепло на душе. Но если бы я только знала тогда, что на самом деле задумала мама Влада. Это какой-то просто трэш. В смысле? О, Санта-Барбара пошла. Где ты был? Она при своих друзьях мне командует. Аля, очнись. Ты живёшь только за мой счёт сейчас. Ты как каблук, как лох какой-то. Ты принимаешь свои взрослые решения, а геморрой к папе. У меня тут уже всё сидит. Готовство может быть установлено в судебном порядке. Я потеряю ребёнка. Я не хочу тебя больше видеть. Это дочь шлюхи. Да. Пошли какие-то разборки. Все эти разборки с папой из-за моей беременности выбили меня из колеи. Но у меня был ещё один важный вопрос. Надо было что-то решать с учёбой. Угу. Угу. Зачем? Ну, на заочку переводиться буду. А что такое? Перебеременна. Я беременна. Я действительно был в шоке. Очень, конечно, плохо, что она бросает учёбу, переходит на заочку. Но если ей нужна будет какая-то помощь, она может положиться на меня. Я написала заявление о переводе на заочку. Но в деканате меня взял неприятный сюрприз. Написала заявление? Угу. Ну, без согласия твоих родителей мы тебя не сможем перевести на заочное. То есть папа должен заявление... Типа надо пока несовершеннолетние... Я понимала, что... До родителей ещё, да? Мне крышка. Учёба для него приоритетная. И в итоге только к вечеру я собралась и позвонила папе. Алло. Алло, пап, привет. Привет. Слушай, у меня к тебе разговоры насчет колледжа. Я хочу на заочку переводиться. Ха-ха. На какую заочку? Ты чё, рожать собралась, что ли? Ну, да. Ага. Ты взрослая. Ты решила стать матерью. Блин, пап, можешь не пилить? Короче, завтра со своим кавалером... Жду вас на разговор, если задолбали вы меня. Всё, давай, пока. О, чё будет. Ну чё, хлопец-голубец, как так, что будем делать, да? Заявление папа, конечно, согласился написать, потому что со мной спорить бесполезно. Но разговор он завёл совершенно на другую тему. Наслышан о ваших подвигах. Чё могу сказать? У меня позиция одна. Я хочу вас послушать. По внешнему виду отца и по его показушному спокойствию было понятно. Ситуация выходит из-под контроля. Медленно, но верно. У меня планы самые серьёзные. А какие серьёзные намерения? Жениться собираюсь, конечно. Жениться собираюсь? Конечно. Мне кажется, всё разномерно так и проявляется. Ну, ключевое слово здесь кажется. Я видел мальчику, которого в голове, поймёшь, что. Это всё собачье. Завтра ты с мальчишками со своими загудишь, я бы до тебя наконец отойдёт. Скажешь, я... Мне ищет, ты... Я жизнь не видел. Какой мне семья, какой мне ребёнок. Я сейчас живу ради ребёнка, я уже настроился. Он не мог отвечать за свои поступки. Какая ему, нахер, семья? У вас нет, ребят. Вот на сегодняшний момент, где жить-то будем? Я с мамой поговорил, она сказала, что она у нас квартиру. Нужно мне только сделать... Она такая в шоке. В ходе разговора, мельком я слышу фразу о том, что мама Влада оставила нам квартиру. Она не знала, да? Я офигела, что я не услышала этой информации до разговора с отцом. Я вас выслушал, ребят. Я понял отношение твоё к семье, к ребёнку. Ну, у вас есть, блин, во всяком случае, 9 месяцев для того, чтобы подтвердить серьёзность ваших намерений. Давай посмотрим, чё получится дальше. Чё получится, ай, как игра. Мне остается либо принять это, либо не принять это. Если я буду... Ну, батя разумный. Настаивать на своё... Он где-то строгий, но он не глупый мужик. Мне ясно. Спасибо вообще, что он меня там ничем не ударил. Поэтому, я думаю, прошло всё более-менее нормально. Чё ты мне не сказал ничего про квартиру? Да я сам тогда не знал. Мама сказала, что я к бабушке ухаживаю за ней в Архангельск. А, не круто. Я думаю, это что мама Влада смирилась со всей этой ситуацией. Я думаю, она начала, в принципе, расценивать меня со стороны будущей матери её внука. А когда переезжать? Ну, ты не торопись пока, сейчас ремонт сделаем, сразу переедем. Чё ты переживаешь? Квартира есть, это самое главное. Теперь папа поймёт, что мы настроены серьёзно и станет воспринимать нас как молодую семью. Ему больше не придётся платить за моё жильё. На следующий день мы поехали смотреть нашу новую квартиру. Ну, как я вижу, такая. Подуставшая. Под ремонт. Я, мягко говоря, была в шоке. Ну, такое себе. Могло бы тебе положить, согласен. Ну, тут ремонт старше меня. Тут надо всё это снимать, надо переклеивать. Покрасим, поклеим. Нормально будет. Ну, ничего. Главное есть где жить. Как бы спасибо маме хоть за это. Её папа, допустим, нам ничего не дал. Кстати, у меня УЗИ через 10 дней, ты пойдёшь со мной? УЗИ? Ну, да. Конечно, пойду. Ты шо, малая. Хоть на край света. Шо, это день УЗИ? О, УЗИ. Наступил самый волнительный день. Моё первое УЗИ. Вот только Влад почему-то в назначенное время в больнице не появился. Почему я не уявлён? Ты к тебе сейчас? Я сейчас занят пока что. Что такое? Ну, типа ты на УЗИ сильно собирался? Я занят. Просто я заботюсь сказать, что у меня сегодня дела появились серьёзные. Это важно, реально. Хорошо, сходи сама. Я старалась просто сильно не пилить. Ну, да, осадок остался. Но, если честно, мне настолько переполняли эмоции на УЗИ, что я и забыла о том, что пришла к врачу одна. Значит, у тебя 10 недель в пиани. В этом сроке мы уже можем увидеть сердцебиение. Сердечко. Вот, смотри. Видишь? Четыре камеры. До этого восприятие беременности вообще не шло. А тут я просто слышу сердце, я понимаю, что оно бьётся внутри. Это трогательно, это цепляет. После прохождения УЗИ меня поставили на учёт в больнице. Это желанная ваша беременность? Гинеколог. Ну, не запланированная, но желанная. Как вы себя чувствуете? В принципе, хорошо. Хорошо. Давайте тогда заполним карту по беременности. У вас есть вредные привычки? Да. Вы курите? Да. Вы планируете бросать курить во время беременности? Я слышала то, что наоборот, при беременности нельзя резко бросать курить. Но лучше постепенно снижать. Неправда. Это абсолютно неверно. Никотин, он отрицательно воздействует не только на ваш организм, но и на организм будущего вашего ребенка. Это жесткое, но правда. Это бросать обязательно нужно. И чем раньше вы это сделаете, тем лучше. Меня взвесили и измерили давление. Песедка же. Еще я пообещала, что обязательно брошу курить. После больницы я решила сразу поехать к папе. Но если бы я только знала, какой конек он выкинет при встрече. Привет. О, привет, шпана. Давай, раздевайся, разговор есть. Дай ему поговорить. Давай вот тут в дуе. В дуе. Квартиру дали вам? Ну да, только там надо ремонт сделать. Что там вообще? Угу. Ладно, окей, хорошо. Денег я вам дам. Отремонтируйте жилье. Бля, батя добрый. Парни, пошли на встречи, дав квартиру. И я не мог оставаться в стороне. Я решил тоже дать денег. Где радость на лице? Вот сейчас улыбнешься, дам денег. Не улыбнешься, тебе. Молодец. Спасибо. Батя у нее добрый, согласитесь. Он строгий, но как-то ну и добрый. Я хотела сразу обрадовать Влада этой прекрасной новостью. И мы договорились встретиться в торговом центре рядом с тату-салоном через полчаса. Я приехала. Его 10 минут нет, 15 минут. Короче, понятно. Так я успела бы идти в сельтажей со всеми магазинами. И тут, здравствуйте, герой нашей драмы заявился. Зайка, привет. Боже. Это вы специально эту книгу решили взять. Николай Соболев. В путь к успеху. На всех книжных полках страны. Даже в беременность 16. Коля. Коля. Тебя обозревают. Блин, где ты был. Читая, что сразу. Ну был с друзьями, я освободился. Ты чё пил? Он пьяный, да. Ну чуть-чуть выпил. Читая, блин. Я звала тебя для того, чтобы поговорить, потому что у меня важные новости. Да, он выпивший, по нему уж видно. Это ты, как обычно, опаздываешь. Ты приходишь ещё и пьяный. Пусть ещё шикарно просто. Конечно, я не стала ему уже, по факту, спокойно, мягко и ласково ничего объяснять. Я наехала. Меня это бесит. Но сообщить Владу важные новости я всё же решила. Ну, во-первых, нам папа дал денег на ремонт. Мештяк вообще. А? Займем, а? Мы на всю хату? На всю хату. На всю. Блин, пьяный. Я же сказал, что я был занят, у меня дела были. Да, да. Я бухал. Чё ты хочешь от меня? Ничего, блин. Правда, я вот... Всё, короче, я не могу. Ну, как он посмел прийти пьяным после того, как пропустил первое. И такое важное УЗИ. Но если бы я только знала, что нас с ним ждёт впереди. Ммм, шестнадцатая неделя. На Влада я обижалась несколько дней. Но потом решила простить его. Ведь нас ждал грандиозный ремонт. В помощь мы позвали Ваню и Милу. Во время ремонта, как обычно, я возложила всё на свои хрупкие плечи. Потому что, ну, а кто, если не я? Гвозди где? А я откуда знаю? А кто мужик вообще здесь? Куда весь этот хлам? Куда всё выбрасывать? Сначала в пакеты собирайте, потом мы отнесём. А где краска? Краска где? Вон она стоит. Мы что начнём, с кухней? Если бы я не ходила и просто не раздавала каждому указание, то мы бы ни х** не сделали вообще. Как мы здесь будем убираться сейчас? Руками собирай, перчатки тебе для чего? Пыли от этого меньше не станет. Ты можешь не кричать? Не кричи, пожалуйста. Успокойся. Чего ты нервничаешь постоянно? Меня возмущает то, что она при своих друзьях мной командует. Мне это вообще категорически не нравится. Мне это раздражает и бесит. С этим ремонтом можно просто идти с ума, пока мы его сделаем. На следующий день Мила и Ваня снова пришли помогать с ремонтом. А вот Влад сказал, что у него важная встреча с друзьями. Как бы это его квартира, и Аля за свои бабки делает вообще-то там ремонт. И он даже не пришёл нам помогать. Аль, Аля, очнись. Ну, это х**. Слушай, ты на 16-й неделе. Тебе вообще сейчас ничего делать нельзя. Когда Влад не приходит помогать нам делать ремонт, когда его девушка беременна, когда он не приходит на УЗИ, ещё куда-то, ну, для меня это уже не первый звоночек, Аля всего это не видит, поэтому открыть глаза ей должна я. Ну, на шею он точно ко мне не сядет. Уже сел к тебе на шею. Смесит ножки, болтает ими вот так вот. Да блин, всё, Мил, не грузи, нормально всё будет. Несмотря на то, что Мила настроена слишком скептически, я уверена, что у нас с Владом всё будет хорошо. Я бы так бы не был уверен, но ладно. Наконец-то у нас закончился ремонт, и мы с Владом начали совместную семейную жизнь. А что-то обновление только одного ВКонтакте? Ничего себе, а мне так сделаешь? Появляется даже желание, что ли, что-то сделать, что-то приготовить, как-то угодить человеку. Это у них такой ремонт, лофт? Да ладно? Серьёзно? Да. Повсюм большое. Правда, очень вкусный торт. Я рада, что тебе нравится. О, бабушка звонит. Привет. Здравствуйте. Как у вас дела? Хорошо, всё. А счёт работа? Ушёл. Ну... Никак. Ну, сказал то, что пойдёт на собеседование вот на днях. Ну, как бы, не знаю. Сразу чувак свалил. Ну, я не знаю, баб. А так тяжело очень в Москве прожить. Ну, я понимаю, баб. Бабушка позвонила, как обычно, начала пилить на финансовую тему. Меня, в принципе, наголял в этой ситуации. Я позвала Влада. Да. Что ты с работой? Я сегодня был в собеседовании, завтра пойду в собеседовании. Ну, чем тебе сегодня не понравилось? Ну, потому что маленькая зарплата. Ведь там работа вообще плохо, а мне не нравится она. Ты говоришь, что найду, найду. Схожу, схожу. Я найду. Хорошо. Веришь? Ну, вот и всё. Пока мы ждём на мои деньги, оставшиеся после ремонта квартиры. Но я уверена, что Влад скоро найдёт работу. Ну, ну, пойдём. Что-то мне уже подсказывает, что нихрена он не найдёт. Ну, как минимум, в ближайшее время. Вроде всё начало налаживаться. Влад бегает по собеседованиям. Ищет работу. А смысл, что он бегает? Он помогает с продуктами. Ну, пойдёмте. Он не работает ещё. Что-то, мандарина? У тебя всё самое то. Витаминчики. Блин, спасибо тебе, что ты мне помогла. Я вообще не знаю, как бы я сама всё тащила. Ты что? Мне просто интересно, где твою хахаль? Ну, что ты начинаешь-то опять? Ну, он не шляет, он на собеседование пошёл. А, ты уверена? Да. Ладно, я молчу. Я была уверена, что он не ходит ни на собеседование, ни вообще, ни на подработку. Я тоже так думаю. Никакую подработку, потому что он... Ну, хочешь, мы позвоним, проверим? Хочу. Хорошо. А как ты проверишь? Даля. Алло, привет. А ты где? Я на собеседовании сейчас, слушай. Давайте потом перезвоню, я занят. На собеседовании? Точно? Да. Да. Прям, вот сейчас устраивается на работу. Какой облотной. Чё вы ржёте, просто? Проходите на собеседование. Ну, опять на часа у нас ввели. Чё, где он? Ну, собеседование. Я сейчас при тебе звоню. Всё, всё, начинаешь, мил. Собеседование поняла? Ага. В этот вечер я как никогда ждала Влада, чтобы узнать, как всё прошло. И очень надеялась на хорошие новости. Никак не прошло. Здравствуйте, моя. Привет. Привет. Я дома. Хорошо. Нашёл работу. Ты был на собеседовании? Да, был. И чё там? Ничего. Ничего не понравилось мне. В смысле не понравилось? Чё ты кричишь, что она меня поняла? Ну, потому что это уже бесит. Что бесит? Я работаю ещё только... Где попалку, чтобы я работал, что ли? Да причём здесь уже где попалку? У нас заканчиваются деньги. Ты живёшь только на мой счёт сейчас. И что теперь? Я же работаю ещё. Это пока же будет. Да ты её можно до бесконечности искать. Ну, там, где мне предлагают, я не хочу работать. Я работаю промоутером, всяким менеджером, там, зарплата нищенские. Смыслом туда ходить. Я хочу нормально работать. Директором хочу бы, да? Ты когда-то найдёшь, тогда я ей успокоюсь. Чё ты переживаешь, что ли? Я не понимаю. Постоянно, каждый раз. Иди ко мне. Нужно. Ты слышишь меня? Найду я эту работу. Всё будет... Расслабься. В итоге, как обычно, всё это сошло на мирный лад, потому что он смог меня убедить, что всё будет хорошо. Честно говоря, мне очень хочется в это верить. Но пока Влад не нашёл работу, нам надо на что-то жить. У меня осталось всего 10 тысяч рублей. И я приняла непростое решение. Опять попросить у папы денег? Привет. Привет. Чё ты? Как дела? У меня хорошо, у тебя такая. Ну, такое. Чё случилось? Ну, я хотела бы на работу вернуться. Какую работу? Ну, к тебе. Ты мне можешь внятно объяснить хотя бы, что произошло? Нет, не могу. Пап, ну, либо просто берёшь, либо нет. Мне было стыдно признаться папе, что мы живём на его деньги, которые почти закончились. Не, ну, баба тоже ответственная, согласитесь, пытается заработать. Давай, завтра выходи. К 11 завтра. Хорошо. Вообще, работа Алины в студии, на самом деле, мне была в убыток. Она занимала место, где должен был сидеть профессионал. Но я хотел, чтобы дочь была рядом со мной. Таким образом, я, наверное, пытался как-то её контролировать. В следующие дни я была как белка в колесе. Дома убрать, приготовить, постирать, а потом ещё и на работу успеть. А сегодня вообще пришлось сдержаться в тату-салоне допоздна. Да ещё и ключи от квартиры были только у Влада. А его дома нету. А почему нельзя сделать ключи, чтобы у него тоже были? Серьёзно? То есть дубликат сделать впадло, да? Значит, он опять где-то тусит. Звонки, смски, всё вообще не наоборот. Компьютерный клуб? Серьёзно? Ещё популярные компьютерные клубы? Да, Алё. Алло, блин, ты где? Я с пацанами сижу. Да это круто, что ты сидишь с пацанами, а я должна тебя в подъезде, как хатик, оставить, ждать. Я сейчас доиграю и приду. И сколько я тебя ещё ждать должна? Я не собираюсь этого делать, я устала. Чё ты кричишь опять, я не пойму? Я приду, как посчитаю нужно. Ну типа, я стою беременная в подъезде, мне холодно. Я не понимаю, почему нету ключей. У неё. А он ещё и огрызается, и хамит. Чё ты меня постоянно пилишь, да пилишь, что пацаны с меня угорают, блин. Слушай, ты меня постоянно под каблук загоняешь какое-то. Мне уже все говорят, что типа, это ненормально. Ты как каблук, как лох какой-то. Меня тоже реально достало. Давай расставимся, если ты такой же. В смысле? Ни слова не дают сказать. Ей пофиг вообще на моё мнение. Ей пофиг вообще на моё мнение. Тут я вообще офигела. Жесть. Я даже не успела ничего сказать. Всё, я с тобой больше сгарить не хочу. Реально, уже видите, я не хочу. Отстань, пожалуйста. Всё, ты мне надоела. Пока, всё, пока. Ну я подумала, что это просто очередная вспышка в небо, которая пройдёт так же, как и остальные. И в конце концов, он перебесится, придёт, поизвиняется и всё будет окей. Ага, он не пришёл и не извинился, да? Не, ну это вот вкидывала она деньги в ремонт квартиры. И что? Офигеть. Долбать о денег на ремонт. Нет. Чего я тебе скажу-то? Это же было как раз вот очевидно. Мальчишка получил себе квартиру. У него всё прекрасно. И, конечно же, какая ему, б***ь, семья? Я, блин, не знаю, что делать. В смысле не знаю, что делать? Потому что я не знаю, где жить теперь. Можно я у тебя поживу? Где? Там, где я живу? Шутка. Со мной она жить не может. Алина показала уже, что она взрослый человек, и она хочет жить самостоятельно. Поэтому я не могу её взять к себе в ту семью, которая у меня сейчас. Я знаю, что из этого ничего хорошего не получится. Ты принимаешь свои взрослые решения прекрасные. А геморрой кому опять? Папе. Что я тебе могу сделать, чтобы ты по дворам не ошивался? Опять снять квартиру? Ну, блин, квартиру тебе снять. Хорошо. Спасибо. Да, я в очередной раз услышала. Ну, я же говорил. Ну, папа помогает, заметьте. Как-никак. Батя жёсткий, не жёсткий, но он помогает. Он дал денег на ремонт. Он снова снимает ей квартиру. То есть папка обеспеченный. Он строгий. Ну, блин, как вам объяснить правильно? Строгий. Он по делу. В итоге я получила от папы, ну, можно сказать, поддержку и решение хотя бы квартирного вопроса. Да у тебя бать, бать на самом деле хороший человек. Поэтому я договорилась с милой снимать квартиру напополам. И как вообще такое? Чё, миша тебе нет? Нет. Я вам вообще не милю? Состояние ребёнка тебя? Нет. Ты ему сама писать не пробовала, нет? Я писала, он тупо игнорит. Эволюция от любящего и заботливого будущего папочки до человека, который меня ненавидит, прошла как-то мимо меня. Как за такой короткий промежуток времени можно было переиграть всё? Я так и не сняла. Я не знаю, что делать. Влад абсолютно безответственный и ответственность он брать не собирался никогда. Не хотел ребёнка, должен сразу прийти и сказать, извини, я не готов. Хотя Мила уже давно не верит в наши отношения с Владом, у меня всё ещё есть надежда, что у нас всё наладится. Мне очень нужна была поддержка. И поэтому я позвонила бабушке и вывалила ей всё как на духу о том, что мы расстались и что Влад выгнал меня из квартиры. Он сказал, собирайся. Как отсобирайся? Ты его квартиру же отремонтировала? Ну я же не знала, что так получится. Не знала. А нужно было думать, да? Кого он воспользовал с этим? Как квартиру отремонтировали, и ты не нужна стала. Они так не вступают порядочные люди. Но на самом деле... Согласен, некрасиво. Бабушка переживает не из-за квартиры, а из-за того, что я останусь одна с ребёнком на руках и опозорю её на весь посёлок. Ой, бабушку опозорит, господи. Чем ты бабушку опозоришь? Следующее время моей жизни было таким зомбированным и каким-то овощным, что ли. Я просто лежала, втыкала в телефон, в стену. Мне стало очень обидно, что Влад просто взял и вычеркнул меня и нашего ребёнка из своей жизни. Аль, пошли чай пить. Я не хочу, мил. Ты что, лежишь опять? Убиваешься? У тебя жизнь кончилась или что? Мила, отвали. В принципе, желания разговаривать с кем-то у меня не было. Была полная апатия ко всему. Но меня утешало и радовало то, что у меня есть Мила, у меня есть Ваня, люди, которые... Мы расстались с Владом. А что он тебе сказал вообще? Просто то, что... Ты... Еди на... Ты какой-то просто трэш. Не считаю это мужским поступком, что вот так поступать с девушкой. Он должен был её поддерживать, всегда быть рядом. А он взял и просто бросил её. Такой, знаете, рыцарь на белом коне. Ко мне, ну, к ребёнку, ну, типа... Ну, у парня просто нету совести. Ну, ты не переживай, у тебя есть. Я тебя поддержать могу всегда, как друг близкий. Может быть, как-нибудь сходим, погуляем? Может быть, успокоишься? Нет, вообще ничего не хочу. Меня всё бесит. Каждый раз, когда я приглашаю Алю в кафе выпить кофе, я, конечно, надеюсь, что она обратит на меня внимание, как на парня, который сможет быть рядом с ней. Но в этом положении я понимаю, что я могу быть рядом с ней хотя бы как друг. Я изначально догадывалась, что у него есть определённые чувства, у неё есть определённые планы на меня. Но, как бы, это не моя история. Мне абсолютно по боку. Да, для меня это близкий человек, но это не больше, чем друг. Короче, как парня, она его не рассматривает. Скоро рожать будем. Несмотря на то, что Ваня для меня только друг, он постоянно меня поддерживает. И я даже потихоньку начала забывать о Владе. Алло. Алло. Привет. Чем занимаешься? Да ничем сижу, книжку читаю. Ань, мне уходить надо. Сейчас, дожди. Ты от посуды опять не помыла. Что? Посуду опять не помыла. Блин, сейчас я договорю и помою. Мне прям сейчас нужно, ты потом не помоешь. Ладно. Вставай, иди. Ваня, я перезвоню. Что такое? Сейчас рожать будет? Я захожу на кухню. Посуду помыть. Нил, чё это за фигня? Чё он тут делает? Ей нужен хотя бы один осмысленный разговор, потому что им просто нужно было разобраться во всём. Я думала, что эта встреча поможет. И чё ты здесь забыл? Ну, я так понимаю, нас позвали, чтобы поговорить. О чём? Я не знаю. По-моему, каждый уже всё сказал. Да, я сказал. А мне вообще даже, мои пацаны сказали, что ты с ней три месяца встречаешься. Какой-то твой ребёнок. Может, вообще не твой. Может, на тебе просто ***. Знаю, как тебе это надо? Мне кажется, я вообще даже не мой ребёнок. Серьёзно? Ты больной? В смысле, не твой ребёнок? А чей ветром надуло? Я откуда знаю? Мне вообще пофиг на самом деле. Я просто ***. Бля, безответственный пацан ужас. Это очень неприятно и очень обидно. Я не хочу тебя больше видеть. Уйди, пожалуйста. Да, с удовольствием. А как? Чё он вообще мог подумать, что ты не мой ребёнок? Мне просто взбесило. Поняв, что никакой помощи и поддержки от Влада просто так для ребёнка я не дождусь, я решила обратиться за помощью к юристу. За время работы в тату-салоне я смогла накопить немного денег. Да и папа, мне всё помогает. А чем юрист поможет? Поэтому свои сбережения я решила потратить с пользой. У меня есть вопрос по поводу того, как установить отцовство, если отец отказывается. А он в курсе твоей беременности? Да. Человек говорит, просто мне это не нужно. Я не собираюсь тебе помогать, я не собираюсь давать отцовство. И сейчас вы вообще не общаетесь? Нет. Он просто надеется как-то избежать ответственности, что я просто... хотят через суд. Всё равно отцовство может быть установлено в судебном порядке. Если ты всё-таки примешь решение обратиться в суд, установить отцовство, ты будешь постоянно просить у него согласие на выезд за границу. Если ты захочешь выйти замуж, ты захочешь, чтобы твой муж установил твоего ребёнка, без него это опять же не получится сделать. Есть второй вариант. Ты регистрируешь ребёнка только с матерью. То есть ты становишься матерью-одиночкой и можешь претендовать на дотацию государства. Тебе просто надо принять самостоятельное решение. Поговорив с юристом, я поняла, что всё намного сложнее. И в целом ситуация меня завела в некий тупик. Да-да. На фоне всех стрессов и переживаний я напрочь забыла о своём здоровье и, в принципе, о том, что я сейчас беременна. Забыла настолько, что мне стало дико плохо на работе. Опа! Чё, лежим? Мне плохо. Кого ждём? Чё тебе плохо? Плохо себя чувствую. Ещё и Влад мозги делает от ребёнка. Ну, короче, не признаёт. Она мне говорит про Влада, про какого-то там вот этого не признаёт ребёнка. Да, б***ь, кто там кого признаёт. Для меня главное в этот момент жизнь, здоровье моей дочери и её ребёнка. В общем, с работы завязываем. Мне не надо, чтобы ты приходила на диване, валялась. Работник такой, да? Я не хотела уходить с работы, но папа пообещал, что поможет не с деньгами. А ещё он настолько испугался за моё здоровье, что отправил меня на обследование. Ну что ж, Маша у вас развивается на две недели вперёд. Ну, тут ничего страшного нет. Всё будет хорошо. Я вам посоветую вести здоровый образ жизни, а также покой. А так у вас всё хорошо. Хорошо, спасибо. Слава Богу, с ребёнком всё в порядке. А плохо мне стало из-за постоянных стрессов. А ещё я узнала потрясающую новость. У меня будет сын. Мальчик. Я наконец начала осознавать то, что я не одна. И, в принципе, я должна переживать о своём здоровье. Потому что от него зависит здоровье моего малыша. Всё своё время я проводила дома. Отдыхала, читала, общалась ВКонтакте. И уже даже привыкла к такой спокойной жизни. Пока Милане сообщила мне очень неприятную новость, которую узнала от общего знакомого. Ходит твой *** к бабам. Ходит с нашим. Жесть. За неделю, то ли третья, то ли четвёртая. Ты можешь думать, что он дальше ответственный, любимый и хороший. То есть, по факту, изменяет. А откуда информация? Очень интересно, когда ты слышишь, что твой, хоть и бывший молодой человек, гуляет направо и налево, а ты думаешь о том, как бы лучше устроить жизнь вашему ребёнку, а ему просто по боку. Ну, жёстко, я согласен. Не успела я прийти в себя от новостей о Владе, как на меня свалились очередные проблемы. О, привет. Ты чё делаешь? Ну, всё, собирайся тоже. Плани. Ну, приезжай. Наслуганяю. В смысле? Все настучали, что ты беременна. И шо? Это просто добило меня. И когда я рассказала об этом папе, он принял неожиданное для меня решение. Ты здесь поживёшь пока. Блин, я не ждала, что это будет прям так жёстко. Конечно, не хотелось, чтобы видели её. Я, короче, в макне... Чё-то тебе ни хрена не полу. Ты добила на здоровье ребёнка. А я понять не могу. А почему её выселили? У меня почти 40 недель, и я ещё не родила. Вот это меня бесит больше всего. Да, я уже рожу. Я вообще-то прикол не получил. Значит, мы переезжаем. Соседи пожаловались. А на что? Наташа, ты беременна? Что? Папа отвез меня к бабушке в посёлок в Пензенскую область. Но я очень надеялась, что это ненадолго. И он скоро заберёт меня обратно в Москву. Но у него на этот счёт было своё мнение. Здесь поживёшь пока. Если будешь себя хорошо вести, я подумаю, чтобы ты родила в Москве. Ясно? Ясно. Я знала, что я буду просто сутками есть, спать и деградировать. Но, блин, единственное, что оставалось в этой ситуации, просто её принять. Папа сказал, что до родов я буду точно жить здесь. Хоть бабушка и поддерживает меня, но для неё моя беременность – это позор. Я не хочу, чтобы показывали моё лицо, потому что всё-таки небольшой городок. Люди все друг друга знают. Слухи проносятся сразу, мгновенно. И потом эти осуждения длятся годами. Я тут резко приехала с Москвы, да ещё и беременная. Меня будут сравнивать с матерью. Ну, из-за того, что моя мать, в принципе… Не понимаю этого прикола. Я не хочу, чтобы показывали моё лицо. А то есть никто не знает, да, когда у тебя тут живёт человек, типа, кто это? Что это твоя внучка? Это ж, понимаю, она там жила до 15 лет. Я не хочу, чтобы показывали моё лицо. Никто не узнает, кто ты. Повела раскульнота с жизни, у неё дурная слава. И это просто клеймо. Что вот, это дочь шлюхи. Всё, она будет такая же, как мать. Бабушка практически не выпускает меня из дома. И я чувствую себя, как в тюрьме. Для бабушки была паника. Даже если я по улице там пройдусь, меня, не дай бог, кто-то увидит. Я не хочу, чтобы задавали вопросы раньше времени. Вот когда увидят её с коляской, уже расспросов будет меньше. Угу. Единственная радость для меня, это бассейн. Но ходить туда я могу только рано утром, когда там ещё совсем нет людей. Ну, если честно, конечно, мне не хотелось вернуться в Москву. Поэтому я просто собралась. Тони там где-то в селе бассейн есть? И уехала в Москву. Бабушка дала мне денег на билет. И спустя 10 часов я уже была в столице. Папа, я дома опять здесь, да? Да, Аля. Алё, пап. Здравствуй, дочка. Я, короче, в Москве. Я сейчас приеду. Ну, давай-ка я здесь на работе, давай, дочень. Меня очень удивило, что папа даже не ругался, что я приехала. Поэтому я сразу решила предпринять ещё одну попытку остаться в Москве. Дай денег, я хочу пожить здесь. Я хотел спросить, а вот, ну, я сейчас вернусь. И что мы будем с жильём решать? В смысле вернусь, куда вернусь? Ну, в Москву. Зачем мне снимать квартиру, чтобы ты здесь жила? Одна-нёска, там у тебя хорошо, там за тобой бабушка присматривает. Ты одета, обута, накормлена. Аля, конечно же, хотела, чтобы было всё по-другому, было всё по её. Она думала, наверное, то, что вот все сейчас будут вокруг неё, и вот здесь оставят в Москве. Ну, я не могу там, я устала. У тебя было много возможностей. Сейчас, ***, ты беременна. Всё, ты выбрала себе уже стезю, ты по ней сейчас пойдёшь. Дальше ты едешь в деревню. Тебе ясно? Ясно. Я думаю, что он мог быть немного лояльнее, что ли, ко мне. Всё-таки я для него дочь. Непонятно, почему её в первый раз выселили, потому что денег не было? Некому смотреть за ней или что? Кроме папы, мне больше не к кому обратиться. Милая Иваня занята учёбой. Влад вообще забыл о моём существовании. Я понимала, что если сейчас вернусь в деревню, просто сойду с ума. Я понимала, что мне нужно независимое мнение. Человек, который не знает меня, который не знает Влада. Поэтому я решила записаться к психологу. У вас есть какой-то вопрос ко мне, который вы хотели бы обсудить? Проблемы взаимоотношений с человеком. Отношений как таковых уже нет. Мы не общаемся даже. Расскажите. Познакомились. Начали проводить время постоянно вместе. И вроде бы всё хорошо. Я сбеременела. Он обрадовался. Такой довольный, счастливый просто. Ну и потом как-то всё начало усугубляться, когда я начала требовать больше какой-то ответственности. Ну и на каждую мою просьбу. Ну я что, каблук? Меня друзья уже считают каблуком. Другой человек, кто посидел на моей шее, не работал. Пытался ему промыть мозг, но это как-то без... Не дало результату, да? Ваши отношения начинались с того, что вам двоим было весело и хорошо. Потом ему было удобно, потому что вы сами взяли всё время ответственности на себя. И когда вы стали выставлять больше требований. Ему стало неудобно, да? Поддержи меня. Мне нужно больше твоего внимания. Не ходи к друзьям. Будь ответственным, будь ответственным, будь ответственным. Он убежал от вас. Потому что ему жутко неудобно и некомфортно в этих песках. Очень страшно брать ответственность. Но вы не испугались? Вы сидите здесь. Вы готовы родить ребёнка. Вы готовы стать мамой. У вас много силы внутренней. Вы можете сделать себя счастливой и счастливым ребёнка. Спасибо. Психолог объяснила мне, что в отношениях с Владом были и мои ошибки. Раньше я об этом даже не задумывалась. Я решила поговорить с ним и верила, что смогу всё исправить. Опять? Но Влад меня опередил. Аль, я долго думал и я принял решение, что наши отношения больше не могут продолжаться. Я думаю, это всё, конец. Я же всё обдумал и ничего у нас с ней не будет. Это всё, точка, Эль. Пока. Ты это уже говорил. Вот такой ты мужик. Надо рожать. Я слышу, что всё, это точно конец, это точка. Жалко девчонку. Моя жизнь просто разделилась на до и после. Я поняла, что есть я, есть мой ребёнок и всё. Как-то грустно, что ли. Что такой безответственный, ужасный пацан, блять. А уже и роды скоро. До родов оставалось ещё больше месяца. И как и говорил папа, я вернулась к бабушке в посёлок. Здесь шить ей, конечно, лучше питаться. С задним столом. Здесь я ей фрукты куплю и всё. Мои серые будни скрашивало ожидания приезда папы. Потому что по его приезду мы должны были кроватку собирать, все эти приятные хлопоты. И я хотела в очередной раз поднять с ним тему родов в Москве. Кроватку. И как тебе вообще перспектива в 42 стать дедушкой? Дедушкой, дедушкой, дедушкой. Ты что, совсем, что ли, с ума с вами? Ага. У тебя вообще-то внук. И что? Внук? Чё, ты не дедушка? Да. Но признавать себя дедом я не хочу. Блин. Я высокий, молодой, красивый, умный, замечательный, кристально чистый души человек. А вот деда я ещё пока не принял. Так, куда ставим? Сюда. Клёво. Угу. В тот день на разговор с папой я так и не решалась. Но, к моему удивлению, на следующее утро он сам заговорил о родах. Слушай, ну я попробую её в Москву забрать, ну, в роддом. Конечно, не хотелось, чтобы видели её здесь беременной. Я хотела, чтобы она родила в Москве и приехала уже с ребёнком. Угу. Здесь нет. Здесь ничего нет. Ни УЗИ, ничего. Аппаратура старше, чем я. И что, а сейчас ты отвечаешь не за себя. Если на себя тебе п***, то почему тебе п*** на ребёнка? Всё, я не хочу с тобой даже больше разговаривать на эту тему. Устал я тебе. Для меня было обильно и непонятно, почему виновата оказываюсь я, если он сам отправил меня в посёлок, если нет врачей. Папа начал так гнать просто. Ладно, по жизни такой нет. Но, смотри, только я забеременел, этого не выноси. На следующий день папа отвёз меня в Москву на плановое обследование. И пока я была на приёмную врача, он поехал на роман. А всё туда же. У нас сегодня с вами по плану кардиотокография. Это графическая запись сердцебиения плода на ленту. Я узнала, что мне нужно сдать ещё анализ крови и ещё какие-то там анализы. Я особо не вникала, просто делала то, что мне говорят. Сейчас будем слушать сердцебиение. Слышишь? Угу. Когда я снова услышала, как бьётся сердечко моего сына, я забыла обо всех своих проблемах. А когда увидела его на УЗИ, была в ней себя от радости. Там уже, наверное, получше видно, да? Ой, да. Видишь, какой щукастенький уже. Тихо-тихо-тихо, не смейся. Увидела там огромные щёки, которые меня очень смущали. Я просто не понимала, почему они такие большие. Весит он уже 2 килограмма. 202 грамма. Не понятно, почему щукастенький. Как они это понимают, сколько он весит? Я очень воодушевил. И я сразу поехала к папе рассказать ему об УЗИ. Как они поняли, сколько он весит? Показывали. Там такие щёки огромные. Ну, главное, есть щёки, нос. Руки все, ноги все. Да, пальцы тоже. Ну и отлично. Я ещё раз решила поднять с ним вопрос на тему моего пребывания в Москве, потому что возвращаться обратно мне очень сильно не хотелось. На большом сроке я еду обратно, потом еду опять сюда. Ну, это бред. Ты в деревне не ходила ни разу, ни на одно обследование. Сюда тебя притащили, чтобы ты здесь прошла нормальное обследование. Ты забила на своё здоровье и на здоровье ребёнка. Эти врачи, туда нечего ходить. Это я буду сидеть дома, и будет всё хорошо. Ну, блин, у ребёнка отобрали игрушку, отобрали Москву. Ей не понравилась эта ситуация. Конечно, не понравилась. Кому хочется возвращаться в деревню, где скучно. Ей хотелось в город, и поэтому она обломалась. Я никак не ожидала такой реакции. Неужели папа не понимает, как мне тяжело на таком большом сроке? У меня просто сдали нервы. Я не хочу туда-сюда просто мотаться. Мне это сложно даётся, я не могу. Солнце моё, трудно тебе в поезде ехать. Я за тобой приеду, но машину тебя привезу сюда. Без проблем. Поняла? Угу. Угу, поэтому всё, что ты мне кипишешь. Хоть меня и подрастроило, то, что папа меня сплавил обратно в посёлок. Но папа пообещал мне, что я буду рожать в Москве, поэтому я очень сильно ждала в тот момент, когда я буду рожать. Даже я уже туда поеду. Жизнь в запертии была просто невыносима. Да и мысли о Владе не давали мне покоя. У меня началась жуткая депрессия. Не, ну мужиком, конечно, ей не повезло. Это да. Вначале казался такой ответственный. Прямо квартира. А на самом деле ремонт сделали и всё. Но мне, как папа обещал, я приехала рожать в Москву. И так как срок уже близился к концу, а меня положили в роддом, где в обществе остальных беременных я ела, спала и смотрела фильмы. Без косметики она совсем другая. Как самочувствие? Устала. Устала? Ну, милый, ну, надо немножко потерпеть. Нам немного осталось, да? Малыш, как шевелится? Такой, не очень активно. За последние недельки беременности детки на самом деле снижают свою активность. Ложите, я вас посмотрю. Ну, вот даже сейчас малышок шевелится. Ну, головка прижата, уже немножко осталась. Ожидание выматывает. Ты устаёшь, болит поясница, там тянет, здесь колет. И тебе говорят, да не парься, ты скоро родишь. Я понимала, что ускорить роды никак не смогу. Но ожидание становилось просто невыносимым. Да ещё и мои друзья были заняты своими делами. Алло. Поговорили. Мне интересно, что реально с парнем. То есть вообще они больше не покажут его? Но от неё ничего нового я не услышала. Я даже валенком, и всё. Могу уже, блин. Бесит. Ноит. Да, тебя всегда всё бесит, да? А чё с кем больше? Да, меня всегда всё бесит. Особенно меня бесит то, что у меня почти 40 недель, а я ещё не родила. Вот это меня бесит больше всего. Пусть лежит, когда надо, но вылетит. Да, я уже рожу. Ещё три дня я промучилась в ожидании родов. Но я и представить не могла, через что дальше мне придётся пройти. Типа роды не так уже всё весело, да? День родов. Начинается, ребята. Что-то она будет. Я понимаю, что чё-то не так. Протягивает живот. Я понимаю, что это похоже на схватки. Изначально схватки были ещё терпимые. А потом понеслась, да? Пока у меня не начались дикие схватки. Ну а в последние минут 15 меня просто соскребали с пола. Это больно ни с чем не сравнимо. Её просто нельзя описать. Чтобы хоть как-то обречить мои страдания не согласились делать эпидуральную анестезию. Короче, окей, срой. Чуть-чуть потерпите, хорошо? Тихонько, тихонько, тихонько. Анестезия просто спасла меня. Я наконец перестала чувствовать эту адскую боль. И даже смогла поспать около трёх часов. А когда проснулась, пришло время родов. А рожает она всё-таки сама, да? То есть, наверное, настолько крыша ехала, что решили уколоть. Ладно, умница. Оооо, поздравляю. Кого брать? Ооо, мальченька. Ну, грязно ещё. О, так он ещё такой нелёгкий, 3,700. Первое впечатление после того, как на меня положили ребёнка, ну, у меня выступили слёзы. Тимоскар, да? Да. Тимоскей. Вот эта штучка. Его забрали взвешивать и так далее. Как только нас перевели в палату, и мы немножко пришли в себя, подошла медсестра и рассказала, как пеленать ребёнка, и как, в принципе, его держать и ухаживать за ним. Вот так. Всё. И идём к маме. Да? Я до сих пор не осознаю ещё то, что я мама. То есть, я понимаю, что это моё. Это ребёнок. Я о нём забочусь. Но и то, что его когда-то не было, у меня тоже уже не вырисовывается. Самому первому, как я родила, я сообщила папе. Ну, папа заслужил. Я был рад, когда она, конечно, родила. Она мне написала, она мне прислала фотографию внука. Естественно, расставилось сердце старика. Владу я написала через день после родов. Я ещё сутки думала, стоит ли она того и делать. Я родила. Но он даже не ответил мне на эту смс. Не было ни вопросов, что у ребёнка. Она что-то ожидала? Ладно, как я. С ним, ну, хотя бы спросить там рост, вес. Поэтому смысла что-то дальше обсуждать. Она думала, что ему станет интересно, да? И наяровать его я не видела. Ну, где-то в глубине души я всё же надеялась, что Влад образумится и придёт на выписку к ребёнку. Он же считает, что это даже не его ребёнок. Образумился. О, привет! Вот ещё одна шпана. А, ещё, здрасьте, давайте уж возьмём. Поздравляем вас. Спасибо. И я увидела папу, я увидела мачеху. Милану, Машу. Пацан такой с чёлкой. Часто общались. Я была ей очень рада. Это сын, наверное, этой мачехи. Ей малютка. Маленький. Ну, может, хоть он человеком-то станет. Как тебе с дедушкой-то повезло? Непередаваемые ощущения, когда я взял Тимофей на руки. Это действительно нечто. Конечно же, я его полюбил сразу же. Ну, потом все дружненько фотографировались. Мне подарили цветы. Тоже было очень приятно. А ещё мне надарили кучу подарков. И одежда для малыша. В тот момент я была очень счастлива. Таня обратно в село везут. Самый главный сюрприз от папы. Меня ждал впереди. Так, смотри, сейчас едем на квартиру. Я тебе квартиру снял. Угу. Там поживёшь. Хорошо. Нифига себе хорошо. Отлично, нужно говорить. Отличные новости, папа. Я тебя люблю. Где? Я ещё не пришла в себя. Ага. Так. Чего же вам нужно? Продукты фигук-то ещё туда. У тебя денег-то нет, наверное. Вот денег у меня нет. Ну, дам я вам денег. Бог с вами. Я была очень удивлена, что папа решил оставить меня в Москве. И я наконец-то почувствовала отцовскую заботу с его стороны. Так он нормальную ей хату снял. Да, хорошо. Аккуратно. Аккуратно ещё мне будешь рассказывать. Аккуратно. Тебя вот только недавно, прям буквально из роддому принесли. Привезли. Да, я в тот момент был отец не очень. Я не был отцом. Я эгоистичная натура, тщеславная натура. Который пытался построить свою жизнь, свою карьеру. Я придумал какие-то всё время отговорки для себя и какие-то препятствия, что я её не могу взять, что есть бабушка и лучше. Да, время летит пипец. На самом деле, дочка, не готов я ни дедушкой быть, ни то, что ты у меня, дочка, выросла так вот. Между нами существует всё-таки какая-то пропасть. Но я стараюсь это изменить. Я стараюсь быть к ним ближе. И... Классно, что он понимает и пытается что-то изменить. Для того, чтобы я наладил полноценные отношения со своей дочерью. Да, давай тебя пощекать чуть-чуть, чутышно. О, да. О, ты смешной, как дедушка. Ну, на папу как-то я не держу ни обиды, вообще ни зла. Хотя вообще папа очень красавчик большой. Сейчас папа в моей жизни играет одну из главных ролей. А где этот раздолбайцы твой-то? Ему хоть сообщила? Ну, я написала смс. Что он тебе интересно ответит на это? Ничего. Если человеку всё равно, зачем? А человеку всё равно. Ну, а ты сам как думаешь, ну вот чисто с мужской точки зрения, то, что через время вообще, он будет общаться с ребёнком или нет? Мужчина, да, будет общаться, но про твоего красавца я не могу сказать, что он мужчина. Если честно, я понял, что, в принципе, это уже жизнь не для меня. Мне ещё мало лет. Я ещё даже жизни, если честно, не видел. Я хочу тусоваться, я хочу гулять, как все нормальные пацаны. Я не хочу сидеть дома, ещё ненчить ребёнка, ё-моё. Ну, чё, всё будет идёт своим чередом. Сделал ремонт. Боже, какой он противный. У нас же так всё хорошо, у нас дедушка вон есть офигенный. Я против того, чтобы Алина каким-то образом воздействовала на эту семью. Подавай на алименты, на офигенты, преследовай. На сегодняшний момент у нас полноценная нормальная семья. После разговора с папой я решила вообще больше не думать о Владе. И отцовство я тоже устанавливать не буду. Тем более, что все мои мысли теперь только о Тимошке. Ладно, всё, я поехал. Поправишься? Да. Точно? Да. На самом деле, остаться с ребёнком наедине для меня было очень неожиданно. Я боялась в какой-то степени частично этого. Ну, чё ты, мой сладкий? Всё, мы с тобой вдвоём, да. Новая жизнь у нас с тобой начинается. Ну, чё, кушай, кушай, кушай. Ну и, конечно, бабуля постоянно... Звонит. Мы постоянно на связи, постоянно общаемся. Поэтому сложно сказать, что я остаюсь всё-таки одна. Алё, привет. Привет. Вот нас сегодня выписали. Папа квартиру снял, мы приехали. Но пока я не знаю, насколько я тут. Ничего, может всё быстро кончится, и папа тебя привезёт тогда домой. Ну, а чё быстро кончится? Я не снялась для того, чтобы мы в себя пришли. А я хочу тоже... Я тоже устала вообще, кошмар. Приезжай в село. А так, наверное, не произошло, да? Да что же, денег нужно немало, следить за ней. Бабушка ж может помогать. А там надо помогать мало кому. Маму быть здорово. Мне нравится заботиться о ребёнке. Мне нравится его одевать. Заморачиваться насчёт того, какие ползунки так, какие носки. И мне нравится его купать. Мне, в принципе, нравится за ним ухаживать. Даже когда я просыпаюсь ночью из-за него. То есть я настолько прям вот прониклась, что я уже не могу без него. Ой. Ай-яй. А-а-а. Чш-ш-ш. Но бывают сложности из ряда сходить в магазин за продуктами. Или чтобы кто-то там полчаса буквально посмотрел за ребёнком. Но в такие моменты я очень рада, что у меня есть друзья, которые меня поддерживают. Тоже самое Маша. Ну да, она что-то в городе находится, где и живёт отец. Москва. О, окей, давай, раздевайся. Маша принесла мне продукты на несколько дней. Так что всё необходимое у нас с Тимошкой теперь есть. Как тебе вообще тяжело одной? Да, ты кушать хочешь сейчас. Ты сама-то кушаешь вообще? Ну, иногда я успевала запить даже горячий чай. Не хотела бы, чтобы сейчас Влад был с тобой? Может, попроще было бы? У-у-у. Прости, конечно, мне кажется, вам всё равно придётся пойти на компромиссы. Я не хочу загадывать, но... Какие компромиссы, подруга? Человек тебе кидает, ты проходишь всю беременность там одна. Согласен. Ему вообще насрать на всё. Ну как бы и не нужно. Да уже не нужно, спасибо. На данном этапе жизни я понимаю, что есть я, есть мой ребёнок. Я не жалею о том, что всё сложилось именно так. Ребёнок на первом месте, да. А чё с учёбой-то? Может восстановиться? Тут два варианта. Либо ребёнок сейчас, либо заочка. Заочка. Я сейчас, во-первых, по времени не потяну. Я точно не хочу быть кукушкой и забивать на своего ребёнка. Сейчас декрет отсижу и спокойно... Пойду учиться, да? Я сразу пойду учиться. А чё с бабушкой-то? Когда поедешь? Не знаю, я на самом деле хотела бы в Москве остаться. Не хочу никуда ехать. Потому что, ну блин, для меня всё равно посёлок это посёлок. Это посади свои амбиции за забор и сиди и просто вон смотри, как гусь по улице ходит. Никакого развития. Москва тут привыкла. Город возможностей. Маша меня так хорошо понимает и с Тимошкой она ладит. Поэтому я предложила ей стать его крёстной. И она согласилась. А другая твоя подруга где? С которой ты жила? Вроде всё нормализовалось. Мы отдохнули, вошли в более спокойный, размеренный образ жизни, но нет. Тут приходит папа. Едем в село. Ну как вы тут-то? Как малой? Хорошо. Так, смотри, я что приехал тебе сказать. Я тебе говорил по поводу того, что в Москве я тебе содержать не буду. Поэтому, солнце моё, собираемся, едем куда? В деревню. В деревню, к бабушке. Конечно, я не хотела. Мне вообще это всё не улыбалось. Это деревня. Типа немного пополазить, сродила. Точно нет варианта ещё чуть-чуть остаться? Чего, здесь остаться? Нет, дочек, вариантов больше нет. Едем в деревню. Отправляя Алю в деревню, я в первую очередь забочусь о внуке. Ну да там бабушка. Потому что бабушка сможет помочь в любой ситуации. Я согласен. Она останется один на один с новой для неё ролью. Да. А жизнь ребёнка, это всё-таки не игрушка. И я не хочу рисковать. Как-никак, я его понимаю. Осерегалась, что вот узнают. Не хотелось бы, чтобы ходила такая слава, что вот такая молодая, беременная. Ну, потом я с этой мыслью свыклась. И это она что, убила кого? Или стащила чего? Рождение ребёнка, это прибыль в семье. А вырастить мы его вырастим, с папой или без папы. Это будет видно. Жизнь нам покажет. Так или иначе, моя жизнь меняется. Это опыт. Ты становишься взрослее, ты понимаешь, что ты отвечаешь не только за себя, но ещё и за ребёнка. Ну что, ребята. Вот мы подошли к финалу. Наш выпуск закончился. Да, это не хэппи-энд, потому что наш мужичок оказался полным засранцем. Да, это даже не мужик, это пацан, который забоялся, использовал её, сделал себе ремонт и выгнал. Ну, как бы, игрушка цена таким отцам. Но я надеюсь, что у неё будет всё хорошо. А если вам нравятся выпуски Беременная в 16 и вы хотите больше такого, то, ребят, вы знаете, что нужно сделать. Подписываться на канал, поставить лайк под видео и я готов с вами обсудить всё в комментариях. Я всегда их читаю. Всегда очень приятно обсудить всё с вами. Ребят, увидимся в новых выпусках Беременная в 16. Всем пока.